В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Еще один ребенок, оставшийся без попечения родителей, получил ключи от собственной квартиры. Я очень хотел бы пожелать тебе крепкого здоровья, огромной жизненной энергии, поскольку в твои 18 лет испытаний у тебя уже было достаточно. В муниципалитете завершается неделя доброты и щедрости. Мне очень приятно, что к нам так относятся, что нас не забывают. Собачий конфликт в зеленых аллеях. Как жителям наладить диалог? Надо всегда оставаться людьми. Я всегда стремлюсь к диалогу. Самым дорогим подарком ко дню 18-летия стали для видновчанина Александра Калюжного ключи от однокомнатной квартиры. Он стал седьмым ребенком, получившим в этом году собственное жилье в рамках государственной программы поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от квартиры в новом жилом комплексе «Пригород Лесное», а также памятный подарок вручил Александру первый заместитель главы администрации Альберт Гравин. Я очень хотел бы пожелать тебе крепкого здоровья, огромной жизненной энергии, поскольку в твои 18 лет испытаний у тебя уже было достаточно. Расти надежным защитником нашего государства, учись, получай образование и добросовестно трудись на благо вашей семьи. Будущий автомеханик Александр свою новую квартиру площадью 33,7 квадратных метра пока видел лишь на фотографиях, но уже думает о том, как ее обставить. Правда, с переездом торопиться не намерен. Через два месяца где-то, пока сразу надо привыкнуть. Сначала диван, в первую очередь, потом уже, наверное, компьютер еще. Вот. И так, потом уже буду кухней заниматься. Когда вчера ему позвонили, он очень обрадовался, что вот ему такой момент, его поздравили с днем рождения, он обрадовался, что он получил такой шанс себе. И он говорит, в первую очередь я хочу посмотреть, что там, к чему, может, что-нибудь обставить, а потом уже построить свою жизнь. Мы заключаем сначала договор специализированного найма. То есть он заключается на пять лет. По завершению пятилетнего срока, за 10 дней до завершения договора, окончания договора, заключается с детьми договор социального найма. Но в случае, если они ведут хороший образ жизни. В дальнейшем Александр сможет оформить квартиру в собственность. До конца года жилье получат еще два ребенка, оставшихся без попечения родителей. В рамках недели доброты и щедрости в Ленинском городском округе проходит акция «Добрые соседи». Уже из названия понятно, что в ходе нее неравнодушные граждане помогают тем, кто живет поблизости. В ней приняли участие и работники ряда управляющих компаний. С ними по нескольким адресам прошел Максим Козлов. Это кому? Многодетным, да? Сейчас я позвоню. Руководитель Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Людмила Лернер координирует работу волонтеров, участвующих в акции «Добрые соседи». Навестить несколько семей в доме 25 по проспекту Ленинского комсомола пришли представители УК ЖКХ. Наш офис расположен здесь в непосредственной близости, в шаговой доступности. Людмила Васильевна подсказала нам, кому может потребоваться наша помощь. Соответственно, мы с сотрудниками нашли возможность и с радостью подарили там небольшие подарки. Команда коммунальщиков отправляется по первому адресу. К семье Марии Бавровой пять детей. И эти подарки, где собраны крупы и консервы, макаронные изделия и сладости, придутся очень кстати. От всей души, от чистого сердца вам и вашим детям здоровы и всего самого хорошего. Давайте поставлю куда-нибудь, а то тяжелое. Участниками акции «Добрые соседи» представители управляющих организаций стали не случайно. Они, помимо прочего, помогали развешивать объявления с контактными телефонами, на которые откликнулись свыше ста человек. Мы выступили с инициативой провести акцию «Добрые соседи». Очень много на квартирах и домах есть тех людей, которые вот в этот очень сложный год, когда нас замучила эта пандемия внезапная, он сложный не только для бизнеса, но и для людей. Многие остались без работы, многих сократили, выживать стало тяжелее. Очень радует и отрадно то, что в нашем Ленинском городском округе очень много неравнодушных людей. И когда соседи знают друг друга, это очень важно. Внесли свою лепту в акцию представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и общественной палаты Ленинского городского округа. Эти продукты для многодетной семьи Ольги Филатовой. Так много, неожиданно, даже вообще совершенно большое спасибо, кто это организовал, приобрел. Среди прочего здесь оказались и мандарины, что сразу создало атмосферу приближающегося праздника. Продукты я покупал с учетом наступающего Нового года, потому что хотелось все-таки детям сделать приятные мандарины, шоколадки, все такое. Ну и основные продукты, подсолнечное масло, стиральный порошок и все такое, это то, что нужно именно семье. Еще один адрес в микрорайоне Эковидное. Здесь к одинокой пенсионерке Риме Петровне Раскопиной также пришел руководитель местной управляющей компании. Правда, сама пенсионерка одинокой себя не считает. К Новому году вам помощь, так как вы у нас... Спасибо большое. Одинокий пенсионер, мы очень... Трудно вниманием, я не одинокий. Ну, постоянно вы ко мне вращаетесь, внимание самоуделяете, поэтому я не чувствую себя без защиты и одинокой. Это хорошо. Действительно, визиты к тем, кому необходима помощь для сотрудников управляющей компании, не разовая акция, а постоянная работа. Мы вот присоединились к волонтерскому движению весной, когда началась первая волна пандемии и был организован волонтерский штаб общественной палатой Ленинского городского округа. Я с сотрудниками активно участвовал в этой работе. Мы вот собирали продуктовые наборы, отвозили их. Конечно, не может не радовать тот факт, что в Ленинском городском округе немало людей, готовых в эти холодные дни поделиться теплом своего сердца. В продолжении темы в Ленинском городском округе подходит к концу неделя доброты и щедрости. Десятки мероприятий, тонны подарков и, главное, огромное внимание к социально незащищенным категориям граждан, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья. О помощи последним расскажем в нашем следующем сюжете. Помещение Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов буквально утопает в пакетах и подарках. Здесь, как и во многих других местах муниципалитета, проходит неделя доброты и щедрости. Проводится она уже в четвертый раз. И в этом году так совпало, что с 1 по 10 декабря ежегодно отмечается международная декада инвалидов. Декада инвалидов – это то время, когда нам хочется окружить особым вниманием, заботой людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором недели доброты и щедрости выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского городского округа. Нам удалось встретить очень много отзывчивых людей, которые готовы были присоединиться к этой акции «Неделя доброты и щедренности», которые везли сюда нам много наборов, зубные пасты, продукты питания, памперсы – все то, что нужно людям с ограниченными возможностями. Участников благотворительной акции готовых помогать и дарить частичку души с каждым разом все больше. Коллективы различных предприятий, учреждения образования, бизнес-сообщества – это десятки учреждений и сотни людей с большими сердцами. Мне очень приятно, что к нам так относятся, что нас не забывают, что нас поддерживают. Я очень благодарна всем спонсорам. Мне очень приятно, что люди заботятся о других людях. Подарки получит каждый, кто состоит в Ленинской организации Всероссийского общества инвалидов, а это более 400 человек. Тем, кто не может самостоятельно передвигаться, увесистые пакеты привезут на дом. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В микрорайоне «Зеленые аллеи» произошло событие, которое вызвало большой резонанс среди местных жителей и обнажило существующие проблемы взаимоотношений в обществе. По злой иронии, случилось это из-за животного, а именно добермана по кличке Ренни. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Все случилось, когда Елена Мещерякова вместе со своим доберманом Ренни возвращалась с прогулки. У подъезда ее дома на привязи была оставлена другая собака – маленький шпиц. Доберман сразу учуял малыша и, видимо, воспринял его как игрушку. Когда Елена опомнилась, было уже поздно. Играясь, доберман загрыз шпица. Подоспевшему хозяину лишь осталось забрать тело погибшего животного. Два дня я ему звонила, пыталась поговорить с ним, отправляла голосовые сообщения, чтобы он понял, просил, чем я могу помочь. Я понимаю, что ситуация произошла, не изменить. Готова купить взамен собачку, девочку, все что угодно. Он не отвечал. Единственное, что ответил, ничего не надо покупать. Печальный инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения у подъезда и через некоторое время стал достоянием общественности в социальных сетях. В последующие дни Елену буквально подвергли обструкции. Каждый хотел лично выразить свое недовольство и высказать все, что думает о сложившейся ситуации. Я знаю, что она кидает. На кого? На кого? На собак, на людей. Она не признает, значит, что... Так же, как и вы кидаетесь на людей. Как говорит хозяйка Добермана, она прекрасно понимает реакцию людей но считает, что они перегибают палку. Переживания женщины из-за возмущения и гневных нападок со стороны соседей негативно сказались на здоровье. Я очень сожалею о случившемся, очень переживаю и все делаю для того, чтобы... И сделаю в будущем, чтобы больше таких ситуаций не происходило. Мария Гаевская, депутат по избирательному округу номер 6, в состав которого входят зеленые аллеи, подключилась к погашению конфликта. Надо всегда оставаться людьми. Я всегда стремлюсь к диалогу. И прошу окружающих людей вести себя подобным образом. Каждый должен быть услышан. Как виновные стороны, так и пострадавшие, и все переживающие тоже на эту тему. Согласны с ней и заводчики собак, которые приняли случившееся близко к сердцу. Я думаю, что можно решить все мирным путем. Я думаю, что Елена все-таки, она, наверное, вняла какой-то определенный из этого урок. И в дальнейшем, я думаю, что этого не повторится. Елена пообещала, что отныне всегда будет выводить свою собаку на улицу в наморднике. А спускать с поводка только на специальной собачьей площадке. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Стихи живут повсюду. Это проект историко-культурного центра, объединивший вместе учителей и пожарных, рабочих завода и ветеранов войны. Сегодня его участники – настоящие герои нашего времени. Они имеют разный возраст, профессию, увлечение. Но каждый из них отдает часть своего свободного времени на большое дело – помощь другим. Чип и Дейл спешат на помощь. Именно с этими мультяшными героями часто сравнивают в наше время волонтеров, которые в любое время дня и ночи спешат на помощь к тем, кому эта помощь необходима. Но, несмотря на такую большую занятость, они, кажется, успевают все. И даже стали участниками проекта «Стихи живут повсюду». Жалейте каждого больного, всем сердцем, всей душой, и не считайте за чужого, каким бы ни был он чужой. Пусть к вам потянется калека, как доброй матери дитя. Пусть в человеке человека увидит сердцем к вам литя. И обнадежив безнадежность, все полюбя и все простив, такую проявите нежность, чтобы умирающий стал жив. И будет радостна вам снова вся эта грустная земля. Жалейте каждого больного, ему сочувственно в немля. Стихи Игоря Северянина каждой строчкой, каждым словом точны в описании сущности любого, кто носит в наше время гордое звание волонтер. Участники проекта «Стихи живут повсюду» на этот раз говорят о себе. Каждый из них занимается волонтерством не для славы, понимая, насколько важна их помощь. Людмила Шуст не так давно переехала в Видное, но сразу продолжила волонтерскую деятельность, которую начала еще 15 лет назад, живя в Сибири. Здесь стараюсь сейчас в данный момент заниматься тем же самым. То есть сейчас зондирующую адреса социальной помощи и по возможности помогаю. С ребятами вот мы на сегодняшний день тоже уже организовали акцию «Лохматые лапы» и тоже собираем как раз-таки корм для бездомных животных. Гаджимурад Гаджимурадов с первых дней пандемии на передовой среди волонтеров. А ведь у него руководителя спортивного клуба «Орленок» и местного депутата, как и у всех нас, в сутках 24 часа. К сожалению, не все получается ответить на все просьбы, но у нас большой коллектив и появляющиеся такие просьбы, ребята как-то берут на себя, кто может, кто свободен, кто в данный момент, у кого есть возможности. Не считаете количество своих выполненных заданий? Нет, нет, как-то об этом голова не болит. Студент Святослав Артусов наравне с другими ребятами Московского регионального социально-экономического института участвует в различных акциях и рейдах, направленных на соблюдение санитарного режима. Сейчас у нас в данный момент проходит масочный рейд в аэропорту Домодетово. Мы просим людей соблюдать масочный режим и надевать маски. Но среди волонтеров немало и семейных, у кого-то двое и более детей. Одна из активных участниц чата «Помощь 60 плюс» Александра Уткина говорит, что успевает все. Младшая поступка, поскольку ей всего год, она со мной. Скажем так, тоже волонтер. Волонтерит. Да, волонтер, все правильно. Ну, а сын постарше, у нас хватает времени делить ему на учебу, как бы, на все. Северянин написал свои стихи без малого сто лет назад. И это значит, что такие понятия, как сострадание и милосердие, живы и продолжают наполнять сердца щедрых на доброту людей. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»